С Фтахой мы уже фит записали, скоро будет трек. Это инсайдерская инфа, вот. Писали мы так долго, это все, 5 месяцев, я до сих пор жду, когда это уже мы все... А как вы договорились на что-то записать? Получилось так, что в 20-м году у меня знакомая блогерша, она общается с Фтахой, говорю, слушай, познакомь меня с ним, у меня есть что предложить, у меня потому что из хор ребят, как бы, мы можем какую-то движуху прикольную сделать. Я ему даже предлагал еще симфоркестр поделать трек. Это был бы вообще неприбольный разъем. И мы с ним познакомились, как бы, да, он приехал на репетицию в консерваторию, мы там пару треков его подыграли, чисто я ему предложил такую концепцию, что я тебе подыграю на фону, ты споешь и как бы такой кавер-трек своего рода сделаешь. Ему понравилась эта идея, потом, как бы, в связи с пандемическими, вот этими всеми темами, у нас прервалось общение. И в 21-м году мы уже записали с хором все это, я не знаю, как она выйдет, посмотрим. В 22-м году мы уже прям с ним нормально заобщались, я ему помог там биты какие-то написать, что-то прописать в плане мелодики, там, гитарных, фортепиано, какие-то еще там накидал ему тоже прикольные темы. И сказал, так, я с тобой фит сейчас хочу сделать, потому что, как ни крути, да, мне пофиг, там, репутация, не репутация, как бы, все равно в 2000-х годах, когда вся эта группа центра была, ее все слушали, и, как бы, ну, как ни крути, приятно записать, как бы, с человеком, который, как бы, у многих не слуху, вот. И мы с ним вот записали трек, причем я его сочинил за 30 минут слова, я ему, он, это, послушал, говорит, блин, нифига, прикольно, в стиле дельфина сделано. Ну, такое, ну, он, как бы, сейчас существует, вот. И поэтому ждите, в 23-м году я выпущу его, будет прикольно.